Всем привет! Мы с вами давно ничего не делали. Дело в том, что нагрузка подросла очень сильно под конец года. Я завален капитально, не успеваю выпускать видео никакие, да и вообще отдыхать толком не успеваю. Но вот я взял отпуск за неделю до Нового года и перед улетом успеваю с вами доделать то видео, где мы перенесли CentOS на маленький диск, и он после этого не залогинился. И именно этим мы сейчас и займемся, закончим тот практический урок, и я сразу выложу мно. Подхвачу с того самого момента, на котором мы остановились с вами в прошлый раз. Я пытаюсь залогиниться с правильным паролем. Давайте попробую сначала неправильный какой-нибудь 1000. И он тут пытается проверить, правильно ли мой пароль. Говорит, что такого вообще связки логина и пароля нет. Пытаюсь снова залогиниться с правильным паролем. Радо 3456 мы с вами поставили. Вижу, что меня выкидывает обратно в окно логина. Именно такая ситуация у нас в тот раз и была. Нам нужно попробовать разобраться, в чем дело. Очевидно, в систему в таком виде я войти не могу, и понять, что происходит, тоже не могу. Поэтому я сейчас перезапущу машину и попробую несколько вариантов. Например, мы можем с вами изменить параметры загрузки. Нажать клавишу «Edit». И тут куча-куча параметров загрузки. В частности, нас интересует все, что связано с загрузкой ядра. Вот здесь эта строчка, которая указывает путь к ядру Linux. И здесь у нас есть в конце два слова. Например, здесь есть RHGB. Это Red Hat Graphical Boot, который показывает нам всякие графические заставки и иконки. Вместо того, чтобы показать реальный процесс загрузки, есть режим еще Quiet, который нам показывает... Точнее, не показывает, а подавляет большинство выводимых сообщений, алармов. Мы можем это все убрать и попробовать загрузиться в этом режиме. Нажимаю Ctrl-X. Пытаюсь загрузиться. На самом деле, я здесь вижу много-много информации о старте системы. И, как вы видите, здесь большинство будет у нас ок. То есть, в принципе, вся система загрузилась нормально. Я могу попробовать зайти в систему снова. Пароль root. Пароль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но особо ничего для меня не изменилось. То есть, от того, что я сделал систему более болтливой при загрузке, плюсов я каких-либо не получил. Поэтому я снова перезапускаю машину. И попробую снова отредактировать параметры загрузки для того, чтобы войти. Давайте снова нажимаю I. Получить доступ к файловой системе. В принципе, все, что я хочу сейчас... У меня есть проблема. Я хочу увидеть лог этой проблемы. Раз я этот лог не могу получить вот так вот во время старта, я могу сейчас просто попробовать получить доступ к файловой системе своей. То есть, в принципе, я сейчас могу этот диск примонтировать к рабочей виртуалке или к рабочему серверу. И там лог почитать. Но я и здесь могу, в принципе, загрузиться и этот лог увидеть. Логов у меня куча. Меня интересует загрузка системы. Значит, что у нас здесь есть на той же самой строчке, которая нам показывает путь к ядру. У нас здесь указано то, что ядро само путь к нему. Путь к корню, вы видите, вот здесь вот он. Root, dev, ma, percent, root и так далее. По умолчанию у нас корень монтируется в режиме Redon. И там дальше уже загрузчик разбирается в том, как что инициализировать, когда что монтировать в режиме для записи и так далее. Я сейчас сразу примонтирую в режиме для записи. То есть, Redon я меняю на ReadWrite. И могу сразу указать, что будет моим init процессом. То есть, процессом после запуска моей операционной системы. По умолчанию у нас там init процесс, который запускает свои цепочки процессов. Он является родителем. У нас красиво, вся инициализируется система. Мне сейчас этого всего не нужно. Я говорю, что init моим процессом будет путь к моему корню sysroot. И в этом корне могу указать любую оболочку. Например, bin bash я могу указать. И в таком режиме мы можем сейчас попробовать загрузиться. То есть, я фактически сейчас просто запущу оболочку. И буду иметь доступ к своей файловой системе. Нажимаю Ctrl-X. Итак, я залогинился, грубо говоря, в свою операционную систему. Моя операционная система сейчас не стартанула. Здесь нет никаких моих демон запущенных. Ничего. Я просто смог войти в систему. У меня запустилась оболочка. И теперь я имею доступ к файловой системе. В принципе, для своего удобства я сейчас скажу, что я хочу изменить change root на sysroot. То есть, делать своим корнем. Мы можем сейчас посмотреть. pvd. Я сейчас нахожусь, видите, просто в корне. И в этом корне у меня вот что находится. Я сделаю chroot для своего удобства, чтобы перейти в тот root, который у меня есть на файловой системе. Вот я перешел в него. pvd. Я снова нахожусь в root. Но только в этот раз у меня в root вот что находится. У нас нет сейчас с вами цели разобраться в том, что такое emergency mode. Как в нем вообще работать. В чем разница между этими двумя выводами. Мы просто используем некие его возможности для того, чтобы починить вход в систему. Поэтому я вам сейчас здесь целую лекцию устраивать не буду. Так что мы с вами сейчас находимся в корне моей файловой системы. Можем уже отправляться смотреть журналы. Нас интересует с вами директория логов. Это varlog. Здесь у нас с вами полно различных директорий. Можем смотреть директории, файлы, журналы, все что угодно. В принципе, нас интересуют события аудита. Аудита безопасности. Они у нас находятся всегда в журнале auditlog. Ну, если ничего сложного не настроено. По умолчанию интересного. Значит, вот наш auditlog. И в нем будут все события. Меня, в принципе, интересуют последние события этого журнала. Потому что я последнее, что делал, пытался войти. У меня это не получилось. После чего я перезапустил систему. Она уже у меня загрузилась в режиме emergency. И у меня в журнале этом ничего уже не появится. Я открою свой auditlog. Клавишей заглавной G перейду его конец. И, в принципе, давайте я еще с вами через слэш root, enter, поищу все события, в которых есть слово root. Значит, у нас здесь у журнала аудита свой синтаксис. Можно по нему много читать. Из интересного у нас здесь можно отметить. Я, опять же, здесь не могу особенно работать мышкой. То, что у каждого события есть у нас тип. Вы можете посмотреть. То, что каждая срочка начинается со слова type. Например, если мы поднимемся повыше, здесь можно увидеть весь процесс входа в систему. Вот самое наверху, что у нас сейчас есть, это user-auth. Это процесс аутентификации. И важно то, что в конце этой строчки с type user-auth я вижу результатом success, успех. И тут дальше идет куча-куча различных событий. Я вам ссылку брошу. Вы сможете почитать все эти типы событий. Вообще цепочка авторизации пользователя достаточно большая. Мы видим то, что user-auth success. Дальше user-аккаунт у нас в конце тоже success. Credentials acquire success. Потом пытается залогиниться, изменить роль и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь куча-куча событий. Причем это все события по последнему входу. Если их отмотать чуть повыше, там будет объяснение, объяснение, отображение того события, когда я неправильно ввел пароль. То есть просто очень много надо листать в журнал. Это особенно делать не хочется. Значит, что я здесь вижу ближе к концу. Ближе к концу, после, допустим, user-start, я вижу success. Потом я вижу кредиент-референса success. User-логин success. И вот появляется тип AVC. AVC это у нас access-vector-cache. И, как правило, все, что связано с этим типом, относится к тому самому C-Linux, о котором уже догадались некоторые в комментариях. И здесь, в результате этого AVC, что я вижу? Я вижу то, что у меня написано AVC denied transition for. То есть, как минимум, здесь я вижу отказ. Можно прочитать по типу событий AVC, что тут происходит. Обычно здесь deny read или deny write или deny transition. Опять же, у нас нет сейчас цели разбираться в том, что именно C-Linux пишет в журнал аудита событий. Мы понимаем то, что denied у нас произошел на уровне AVC, потом произошел системный вызов. И мы видим то, что для type syscall у нас тоже есть там success no. После чего происходит запись какого-то события. И мы видим последнюю парочку событий. Это userend. То есть, меня завершают. И type service stop. Это уже событие, которое относится к остановке системы после того, как меня не пустило в нее. Вывод этот, безусловно, не самый удобный, потому что у нас с вами центр седьмой. И для работы с ним существуют как раз-таки удобные утилиты, типа journal control, которые нам может показывать кучу всего. И мы, в принципе, можем, конечно, через журнал control и еще через одну утилиту, которая имеет отношение к этому демону аудита, читать их события в удобном виде. Но мы сейчас работаем с такими базовыми вещами. Мы разобрались, мы увидели AVC denied и понимаем, что это C-Linux. В принципе, нам этого всего уже достаточно для того, чтобы загрузиться. Тут я сделаю лирическое отступление и скажу немножко о C-Linux. Значит, как правило, его все выключают, потому что он дико мешает работе. Это очень сильно расстраивает его разработчика, который утверждает, что он очень удобный, полезный и хороший. Он написал очень много статей и блоков. Но суть в том, что управление C-Linux страшно геморройное. Очень часто он себя ведет необъяснимо и чаще всего он работать мешает. Тут есть обратная сторона медали. Очень многие разработчики программного обеспечения сейчас уже стали опираться на C-Linux. И, допустим, с выключенным C-Linux мне устанавливается и не работает мой родной OpenShift, на котором я кручу доквер-контейнеры. Поэтому с C-Linux разбираться все-таки надо. Кроме того, сейчас и у Antibla есть очень много модулей, которые умеют настраивать C-Linux и так далее. Но, в принципе, вот эта концепция C-Linux, она очень сильно усложняет наше администрирование. И если у нас нет каких-то таких продвинутых инструментов, которые требуют C-Linux, если у нас с вами не какая-то активная, боевая, безопаснейшая среда, нам проще этот C-Linux выключить. Практика такова, что мы его, как правило, всегда и везде отключаем. Здесь, тем не менее, у нас ситуация попроще. Мы увидели то, что это C-Linux. Я поэтому выхожу сейчас из режима Chroot, возвращаюсь в свой обычный корень. В этом обычном корне я делаю reboot. И сейчас единственное, что мне нужно, это запуститься с выключенным C-Linux. Опять же, я небольшой специалист по C-Linux. У меня он, как правило, везде отключен, а где не отключен, я его уже готовыми сценариями настраиваю так, как мне нужно. Буквально ансибл ролями под какое-то конкретное программное обеспечение. Так вот, сейчас вот здесь, в параметре запуска, я просто допишу строчку C-Linux равен 0. То есть, выключи C-Linux, мой ненавистный, при старте операционной системы. Ctrl-X. И сейчас с выключенным C-Linux я смогу войти в систему. Интересно то, что после того, как я один раз в систему войду, root, раз, два, три, четыре, пять, шесть, все прекрасно, я вошел, я залогинился, я могу еще раз перезагрузиться. И мы с вами сейчас можем увидеть то, что те параметры, которые я вначале вот здесь вот редактирую через клавишу edit, буковка, и они не сохраняются. То есть, сейчас у меня все сбросилось на дефолт, у меня здесь нет никакого C-Linux равен 0. Но теперь, если я запущусь с тем же самым включенным C-Linux, после того, как я уже один раз смог войти в систему, он меня пустит. Почему это произошло, я не знаю, может быть, вы знаете, там куча есть различных сценариев его отрабатывания, он там сам постоянно настраивается, гибко, динамически что-то делает. И после того, как я один раз в систему вошел, я теперь смогу в нее продолжать входить. При этом мы можем все статусом посмотреть, статус, и увидим, что C-Linux у нас enabled, включен, в определенных режимах работы донастроен, но я теперь могу войти в систему. Опять же, я бы рекомендовал его к чертовой матери выключить, но если кто знает, почему произошло так, как произошло, в комментариях скажите, я буду признателен. Итак, у нас с вами получилось не очень такое информативное видео в плане обогащения знаниями, но это все-таки был практический мануал, и даже не практический мануал, а такой багфикс практического мануала с прошлого нашего видео. То есть мы с вами смогли зайти в систему, прочитали журнал событий, из этого журнала событий сделали выводы, мы в принципе там могли, сразу находясь в этом же режиме, в принципе выключить C-Linux, вообще отредактировать файлы загрузчика, как удобно, и отключиться. Но мы просто убедились в том, что нам мешал C-Linux, перезапустились с выключенным C-Linux, после чего вообще ничего не делали, можем несколько раз уже перезапуститься, все время нас система будет пускать. То есть мне сейчас осталось просто дописать наш мануал, то что перед вот таким вот переносом системы с одного диска на другой желательно отключить C-Linux. Вот и все. Всех с наступающим Новым Годом, я надеюсь, что в январе будет посвободней, я почему-то даже как-то уверен в этом начинаю быть, и мы сможем с вами довести наш как минимум Мелпик 2 и поделать несколько практических уроков еще. Все хорошее.